Занятие по русскому языку 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 Гнать, держать, дышать, слышать, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, вертеть и смотреть Если мы определили, что глагол относится к первому спряжению, то в личных безударных окончаниях пишутся гласные Е, У и Ю Если же вы определили, что глагол относится ко второму спряжению, то в личных безударных окончаниях будут писаться гласные И, А, Я Теперь давайте, ребята, порассуждаем Перед нами глагол Клеишь Ты клеишь Это глагол второго лица единственного числа Нам нужно определить, какую же гласную писать в личном окончании Для этого мы ставим глагол в форму инфинитива Что делать? Клеить Мы видим, что глагол оканчивается на И, это глагол не исключение, значит, он относится ко второму спряжению Отсюда делаем вывод, что в глаголах второго спряжения в личных окончаниях пишутся гласные И, А, Я Значит, правильный ответ Клеишь Пишется гласное И в личном окончании второго лица единственного числа Переходим ко второй части наших правил Итак, правописание суффиксов при части Обратите внимание Правописание суффиксов действительных при части Настоящего времени Ущ, ющ, ащ, ящ Зависит от спряжения глагола Поэтому в начале урока мы сказали, что при части и глагол связаны Итак, суффиксы ущ, ющ Пишутся в при части в том случае Если исходный глагол относится ко второму спряжению Шепчущий Образовано от глагола шептать Который оканчивается на ать Это глагол первого спряжения В при части пишется суффикс ущ, ющ Если же при части образовано от глагола второго спряжения То в таком при части будут писаться суффиксы ащ, ящ Дышащий Образовано от глагола дышать Это глагол исключения Он относится к второму спряжению Поэтому в при части пишется суффикс ащ Второе правило правописания суффиксов при части Правописание суффиксов страдательных причастий настоящего времени – «им», «ем» также зависит от спряжения глагола. Если причастие образовано от глагола первого спряжения, то пишется в причастии суффикс «ем». Например, «читаемый» образовано от глагола «читать», он оканчивается на «ать», поэтому в причастии пишется суффикс «ем». Если же причастие образовано от глагола второго спряжения, тогда в причастии пишется суффикс «им». «Видимый» образован от глагола «видеть» — это глагол исключения, он относится ко второму спряжению, поэтому в причастии пишется суффикс «им». Не забываем про слово «исключение» из этого правила — это слово «движимый». Причастие пишется только с суффиксом «им». Третье правило правописания суффиксов причастий. Перед суффиксом «ш» в действительных причастиях прошедшего времени пишется та же гласная буква, что и перейти в инфинитиве. Обратите внимание, например, «увидевши» перед «ш» пишется гласное «е», потому что в начальной форме глагола «перейти» также пишется гласное «е», то есть она дублируется. Чтобы правильно написать гласную букву перед суффиксом «ш» в причастиях, определять спряжение глагола не нужно. Четвертое правило правописания суффиксов причастий. Это правописание гласной буквы перед удвоенной «н» в страдательных причастиях прошедшего времени зависит от того, на «ать», «ять» или на «еть», «ить» оканчивается исходный глагол. Если глагол в форме инфинитива заканчивается на «ать», то перед удвоенной «н» в причастиях пишется гласное «а». Услышанный глагол исходный «услышать» оканчивается на «ать», поэтому перед «н» пишется «а». Если же в инфинитиве инфинитив оканчивается на «ять», тогда перед удвоенной «н» пишется гласное «я». Обратите внимание, посеянный перед «н» пишется «я», потому что образован от исходного глагола «посеять». И если глагол в форме инфинитива заканчивается на «еть» или на «ить», то в причастии перед удвоенной «н» будет писаться только гласное «е». «построенный дом», например, пишется гласное «е» перед удвоенной «н», потому что глагол в форме инфинитива заканчивается на «ить». Правописание гласных перед одной «н» в кратких формах причастия подчиняется этому же правилу. Теперь мы с вами сможем приступить к практическому заданию. Итак, выберем с вами варианты ответов, в которых пишется одна и та же гласная. Пожалуйста, давайте с вами разберем. Первый вариант. Колющийся предмет. Мы видим, что перед нами колющийся – это причастие. Необходимо определить спряжение исходного глагола. Что делать? Колоть. Первое спряжение, так как оканчивается на «оть». Следовательно, в причастии пишется суффикс «ющ». Второе слово. «ды тают». Перед нами глагол третьего лица множественного числа. Необходимо определить спряжение глагола. Что делать? Таять. Это глагол первого спряжения. Значит, в окончании пишется «ют». Следующий вариант. Шепчешь. Перед нами глагол второго лица единственного числа. Ставим его в форму инфинитива. Что делать? Шептать. Глагол оканчивается на «ать», значит, это первое спряжение. Следовательно, в окончании пишется гласное «е». Независимый. Перед нами причастие. Чтобы определить правописание гласной в суффиксе, подбираем исходный глагол. Что делать? Зависеть. Это глагол второго спряжения является исключением. Поэтому в причастии пишется суффикс «им». Следующий, третий вариант. Лечащий врач. Перед нами причастие. Необходимо определить спряжение исходного глагола. Что делать? Лечить. Глагол оканчивается на «ить», значит, это второе спряжение. Следовательно, пишется суффикс «ащ» в причастии. Планы рушатся. Перед нами глагол третьего лица множественного числа. Необходимо определить спряжение глагола. Что делать? Рушится. Глагол второго спряжения. Следовательно, пишется окончание «ат». Четвертый, ребята, вариант. Уверенный. Перед нами причастие. Необходимо подобрать исходный глагол в форме инфинитива. Что делать? Верить. Глагол оканчивается на «ить». Следовательно, будет писаться гласное «е» перед удвоенной «н». Ненавидевший. Перед нами причастие. Необходимо определить исходный глагол в форме инфинитива. Что делать? Ненавидеть. Следовательно, пишется гласное «е» перед суффиксом «ш». И пятый вариант. Щурящийся от солнца. Щурящийся. Перед нами причастие. Необходимо определить спряжение исходного глагола. Что делать? Щуриться. Глагол второго спряжения. Следовательно, пишется суффикс «ящ». Друзья увидятся. Перед нами глагол третьего лица. Следовательно, необходимо определить спряжение глагола. Видеть. Глагол второго спряжения. Это глагол исключения. Следовательно, пишется в исходном слове окончание «яд». Хочу обратить ваше внимание, что в задании двенадцатом ЕГЭ должно быть два и более правильных ответа. Таким образом, мы с вами увидели, что одинаковые гласные буквы в личных окончаниях глаголов и суффиксов причастия пишутся в вариантах 1, 3, 4 и 5. Нам только не подошел вариант под номером 2. Ребята, я думаю, что вы успешно справились с практическим заданием и сможете с легкостью выполнить домашнюю работу. Я предлагаю вам выполнить упражнение 344 на странице 238. Спасибо за внимание. Удачи вам. До новых встреч. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Сегодня мы разберем неравенство профиля номер 15. Что можно ожидать в качестве задания 15 на экзамене? Это неравенство или система неравенства. Здесь проверяются умения решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства и их системы. Неравенство номер 15. Мы рассмотрим сегодня логарифмические, показательные и смешанные неравенства. Мы предварительно повторим. Логарифмическая функция у равна логарифм ха по основанию а. Если основание а меньше единицы, но больше нуля, то наша функция убывает. Если основание а больше единицы, то наша функция возрастает. Эти свойства нам пригодятся при решении логарифмических неравенств. Например, простейшие логарифмические неравенства рассмотрим. Первое. Логарифм ха по основанию 2 больше единицы. Заменим единицу логарифмом двойки по основанию 2. Основание 2 больше единицы. Функция возрастает. Знак неравенства не меняется. Решением будут х больше двойки. Рассмотрим второе неравенство. Логарифм ха по основанию 1 вторая больше единицы. Я думаю, вы заметили, что основание 1 вторая меньше единицы. Поэтому будьте внимательны при решении таких неравенств. Единицу заменим логарифмом 1 второй по основанию 1 вторая. И так как функция убывает, то знак неравенства меняется. Мы получим, что х меньше, чем 1 вторая. Но помним, что область определения логарифмической функции – это значения х, которые больше нуля. Поэтому решением является интервал от нуля до 1 второй. Также встречаются логарифмические неравенства по переменному основанию. Логарифм функции f от х по основанию а меньше логарифма функции g от х по основанию а. Две ситуации возникают. Если а меньше единицы и больше нуля, наша функция убывает, и знак неравенства меняется на противоположный. Если а больше единицы, функция возрастает, и знак неравенства не меняется. Продолжим. Существуют некоторые способы решения логарифмических неравенств, которые вам известны. Давайте вспомним. Это метод введения новой переменной, метод сведения к одному основанию, метод потенцирования, метод вынесения общего множителя за скобки. А теперь рассмотрим пример. Рассмотрим логарифмическое неравенство, которое нам надо решить. Логарифм х по основанию 5 минус 2 плюс логарифм 5 по основанию х меньше либо равно нуля. Решим эту задачу, используя метод сведения к общему основанию. И воспользуемся свойством логарифма. Логарифм 5 по основанию х равен дроби единицы делить на логарифм х по основанию 5. При этом важно отметить, что область определения уравнения не изменится. Область определения это х, которые больше нуля и не равны единице. Введем замену переменных. Логарифм х по основанию 5 обозначим буквой m. Тогда наше неравенство в новых переменных примет вид. m минус 2 плюс единица на m меньше либо равно нуля. Приведем к общему знаменателю. И получим выражение m квадрат минус 2m плюс 1 деленное на m меньше либо равно нуля. Видим, что в числителе формула сокращенного умножения. Квадрат разности m минус 1 деленное на m меньше либо равно нуля. Можно решить методом интервалов. Значения 0 и 1 отмечаем на оси m. При этом m не равно нулю, а единица у нас является решением. Находим методом интервалов. Определяем знаки нашего выражения и получаем значение для m промежуток от минус бесконечности до нуля и точка единица. Потому что при m равном единице мы получаем равенство нулю. Выполним обратную замену. Логарифм х по основанию 5 меньше нуля мы получаем. И логарифм х по основанию 5 равно единице. Решая первое неравенство, мы получим, что х меньше единицы, но при этом х больше нуля. Решая второе равенство, мы получаем, что х равно 5. Таким образом мы получаем ответ. Х принадлежит интервалу от нуля до единицы. И значение х равное 5. Запишем ответ. Рассмотрим пример 2. Показательное неравенство, которое нам необходимо решить. Обратим внимание, что здесь есть одинаковое выражение 3 в степени х. А 9 в степени х можно к нему привести. Поэтому удобно решить заменой. Обозначим 3 в степени х переменной t. Тогда в новых переменных наше неравенство примет вид. t квадрат минус 6t плюс 4 деленное на t минус 5. Прибавить дробь 6t минус 51 деленное на t минус 9. Меньше либо равно t плюс 5. Удобно первую дробь заменить разностью двух дробей. t минус 1 на t минус 5 делить на t минус 5. Вычесть единица деленное на t минус 5. Вторую дробь заменим суммой двух дробей. 6 умножить на разность t минус 9 делить на t минус 9. Плюс 3 деленное на t минус 9. Меньше либо равно t плюс 5. Выполнив преобразование мы получим сумму данных дробей. Минус 1 деленное на t минус 5. Плюс 3 делить на t минус 9. Меньше либо равно 0. Приведем к общему знаменателю. И получим дробь числитель t минус 3. Знаменатель произведения t минус 5. И t минус 9 разностей. Меньше либо равно 0. Удобно решить данное неравенство методом интервалов. Решая это неравенство методом интервалов, мы получим значение t меньше либо равно 3. И t от 5 до 9. Вернемся к замене. Если t меньше либо равно 3, мы получим 3 в х меньше либо равно 3 в первой степени. Решая данное неравенство, мы получим значение x меньше либо равно 1. t больше 5 и меньше 9. Возвращаясь к замене, мы получим, что 3 в х степени х больше чем 5 и меньше 9. Решая данное двойное неравенство, мы получим, что х больше чем логариф 5 по основанию 3 и меньше чем 2. Таким образом, решение исходного неравенства это значение x, которое меньше либо равно 1 и значение x, которое больше чем логариф 5 по основанию 3 и меньше 2. Запишем ответ. Ответом являются два указанных промежутка. Рассмотрим третий пример. Система неравенств. Первый шаг. Определим область допустимых значений данного неравенства. Выражение под знаком логарифма 5 минус x 2 минус x произведения этих разностей строго больше нуля. Знаменатель дроби 2 в степени x минус 2 не равен нулю. Решая первое неравенство мы получим значение x меньше чем 2 и значение x, которое больше чем 5. Решая второе выражение мы получаем, что x не должно равняться 1. Таким образом, область допустимых значений это интервалы, объединение интервалов x от минус бесконечности до 1 интервал от единицы до двойки и интервал от 5 до плюс бесконечности. Это область допустимых значений. Теперь найдем решение первого неравенства. Выпишем первое неравенство. Логарифм произведения 5 минус x 2 минус x по основанию 2 больше чем логарифм x минус 2 в квадрате по основанию 4. Основание 4 мы заменим как 2 во второй степени. Для решения этого неравенства важно помнить, что корень квадратный из а во второй степени равен модулю а. Применяя это равенство при решении первого неравенства, мы получим серию неравенств. Логарифм произведения разности 5 минус x 2 минус x по основанию 2 больше чем двойка показателя основания выходит перед логарифмом как множитель 1 вторая. двойка, которая является показателем подлогарифмического выражения x минус 2 выходит как множитель 2. В итоге мы получаем множитель 2 вторых, то есть единицу. И тогда наше неравенство, выполняя операцию потенцирования, примет вид 5 минус x умножить на 2 минус x произведения разности больше чем модуль x минус 2. знак неравенства не изменился, потому что основание логарифма 2 больше единицы наша функция возрастает. Удобно данное неравенство решить возведением обеих частей в квадрат. Это делать здесь можно, потому что модуль x минус 2 величина положительная и, следовательно, произведение разности 5 минус x и 2 минус x тоже величина положительная. Обе части положительные имеем право возвести в квадрат. После возведения в квадрат записи возведения в квадрат удобно составить разность левой и правой частей. 5 минус x во второй степени умножены на разность 2 минус x во второй степени минус квадрат разности 2 минус x строго больше нуля. Обратим внимание, что вторая степень, вернее, квадрат x минус 2 и квадрат разности 2 минус x принимают одинаковые значения. Можно вынести общий множитель за скобки. Квадрат разности 2 минус x выносим за скобки и в скобках остается 5 минус x во второй степени минус 1. Применяю формулу сокращенного умножения формулу разности квадратов второй множитель у нас будет иметь вид 5 минус x минус 1 умножить на скобочках 5 минус x плюс 1. Упростив второй и третий множитель мы получим произведение квадрат разности 2 минус x умножить на разность 4 минус x и на разность 6 минус x больше 0. Удобно решить методом интервалов. Отметим значения x, которые обращают каждый множитель в 0, то есть корни данного выражения. Первый множитель обращается в 0 при x равном 2. Второй множитель обращается в 0, если x равно 4. И третий множитель обращается в 0, если x равно 6. Заметим, что у нас есть вторая степень, четная степень, значит корень x равная 2 является кратным корнем, нарушается чередование знаков. Расставим знаки. Можно воспользоваться правилом расстановки знаков. А можно выбрать значение x из каждого промежутка, подставить и определить знак данного произведения. Нам нашему неравенству удовлетворяют промежутки, которые имеют знак плюс. Это промежуток от минус бесконечности до двойки, промежуток от двойки до четверки и промежуток от 6 до плюс бесконечности. Это решение первого неравенства. Перейдем к решению второго неравенства. Показательное неравенство. Легко заметить, что здесь встречается выражение 2 в степени х, которое можно заменить другой буквой. Выполнив некоторые преобразования, 2 в степени 2 минус х, мы заменим дробью 4 деленное на 2 в степени х. Теперь можно сделать замену. 2 в степени х равно т, и помним, что показательное выражение строго больше нуля. Наше неравенство в новых переменах примет вид. В числителе дробь t квадрат минус 3t минус 4 деленное на t. В знаменателе разность t минус 2. Данное неравенство можно решить методом интервалов. Отметим нулевые значения, отметим значения t, при которых наше неравенство обращается в ноль. расставим знаки и получим, что наше t принимает два значения t меньше чем 2 и t больше чем 4. Заметим, что t у нас строго больше нуля. Это означает, что вот эти два промежутка мы не рассматриваем, а рассматриваем только те значения t, которые больше нуля. Выполнив обратную замену, мы получим, что t меньше двойки и t больше четверки. Решив данное неравенство, мы получим значение x, которое меньше единицы и больше чем 2. Таким образом, решением второго неравенства является объединение интервалов от минус бесконечности до единицы и от двойки до плюс бесконечности. Наложим друг на друга получившиеся интервалы, интервал O, D, Z, решений каждого неравенства. Мы можем найти пересечение трех областей, являются закрашенные интервалы, и наш ответ x принадлежит объединению интервалов от минус бесконечности до единицы и от шести до плюс бесконечности. Домашнее задание по учебнику под редакцией Никольского на странице 425 я вам рекомендую выполнить номера 176 177а 180а. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники! Мы продолжаем с вами изучать общество знания. Тема нашего урока «Политический процесс и культура политического участия». План изучения нового материала будет состоять из трех пунктов. Первый «Сущность и этапы политического процесса». Второй «Политическое участие». Третий «Политическая культура». Сущность и этапы политического процесса. Политическая жизнь динамична и изменчива. В ней принимают участие граждане, социальные институты, политические организации, властвующие элиты. Со своими надеждами, ожиданиями, уровнем культуры и образования. Так что же такое политический процесс? Это функциональная динамическая характеристика политической системы, отражающая совокупность целенаправленных взаимодействий и противоборство субъектов политики, как в рамках самой политической системы, так и за ее пределами. Субъекты политического процесса государства, социальные, этнические, конфессиональные группы, политические институты, граждане как индивиды, граждане как совокупность избирателей. Главная задача субъектов различных политических процессов реализовать свои интересы и требования посредством предпринимаемых государством управленческих решений. политический процесс как технология принятия и реализации политических решений состоит из этапов, первый из которых подготовительный. Формируется круг проблем, которые необходимо решать политическими средствами. Его участники формальное и неформальное объединение политиков, эксперты, политические партии, государственные органы, должностные лица и средства массовой информации. Следующий этап этап принятия решений. Формируются долгосрочные и краткосрочные декларативные и фактические цели политического развития. Делается выбор оптимального политического решения проблем. Его участники формальное и неформальное объединение политиков, политические партии, должностные лица государства и политики. Следующий этап реализации политических решений. Принятые решения облекаются в правовую форму, определяется их адрес и круг лиц организаций, ответственных за их исполнение. Осуществляются административные мероприятия для воплощения в жизнь принятых решений. Его участники органы власти различного уровня, правоохранительные органы, социальные группы, политическая оппозиция. Характерные черты политического процесса. Политический процесс предстает как результат переплетения различных типов поведения групп и граждан и деятельности институтов власти, на которые воздействуют различные субкультуры, традиции и многие другие факторы. политический процесс раскрывает как поверхностные, так и глубинные изменения политической системы, характеризует ее переход от одного состояния к другому. В целом, политический процесс раскрывает динамику, эволюцию политической системы, изменение ее состояний во времени и пространстве. стадии политического процесса их две, одна из которых формирование властных структур и осуществление власти. Этапы политического процесса представление интересов властным структурам, принятие политических решений, реализация политических решений и контроль за исполнением политических решений. Структура процесса цель, субъекты, инициаторы, исполнители. Исполнители руководствуются средствами, методами и ресурсами. У инициаторов и исполнителей общий результат. Классификация политических процессов по масштабу внутриполитический процесс, международный процесс, значимость для общества базовый, периферийный, публичность принятия решения открытый, явный или скрытый, теневой, ориентированный на сотрудничество и соперничество. Второй пункт плана нашего урока политическое участие. Это действие гражданина с целью повлиять на принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в институты власти. Виды политического участия. Разовое участие, участие по совместительству, профессиональное участие. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства. Это закреплено в Конституции Российской Федерации статья 32. Право по Конституции. Каждый гражданин имеет право обращаться в органы власти, имеет право на публичные мероприятия, также он имеет право быть избранным и избирать. Политическое участие. Это действие гражданина с целью повлиять на разработку, принятие и реализацию государственных решений, выбор представителей в институты власти. Это политическая элита и рядовые граждане. Кто же может принимать участие в управлении государством? Какие требования предъявляются к политику? Политические знания, умение самостоятельно ориентироваться в политической информации, собирать и систематизировать материал по тому или иному вопросу и верно оценивать его. Участвовать в формировании органов власти, участвовать в принятии важнейших государственных решений, участвовать в обсуждении актуальных вопросов государственной политики, также влиять на позицию депутатов, избранных гражданами, чтобы они при принятии законов представляли интересы своих избирателей. Равный доступ государственной службы, обращения и письма граждан в органы власти, участие граждан в деятельности политической партии, общественной организации, прямые действия граждан, участие в мирных собраниях, митингах, демонстрациях. Формы политического участия, участие в выборе депутатов парламента, главы государства, референдумах, профессиональная политическая деятельность, активное участие в предвыборных кампаниях, обращение в органы государственной власти, членство в политических партиях, участие в деятельности органов местного самоуправления, политический протест и абсинтеизм, уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. Третий вопрос политическая культура. Уровень и характер политических взглядов, знаний и убеждений, степень развития умений их применять. Политическая культура включает в себя знания и представления о политике, политические ценностные ориентации, способы практических политических действий, где, в свою очередь, знания, ценности и способы взаимодополняют друг друга и преобразуется в политическое сознание и политическое поведение, которое, в свою очередь, тоже имеет тесную взаимосвязь. Политическая жизнь современной России чрезвычайно сложна и противоречива. Однако, при всех сложностях переходного периода можно надеяться на то, что достигнутые позитивные ростки демократических реформ станут необратимы. В этом убеждает опыт практически всех стран, вступивших на подобный переходный путь. Об этом и говорит вся тысячелетняя история России. Для успешного решения стоящих перед российским обществом проблем необходимы политическая воля общества и необходимое политическое согласие всех сил современной России вокруг демократических ценностей. Мы переходим с вами к домашнему заданию учебник общества знания под редакцией Боголюбова издательства просвещения. Параграф 28 необходимо прочитать пересказать. Понятие, которое сегодня мы с вами разобрали необходимо будет выучить. Следующий вопрос, который поможет вам потренироваться и подготовиться успешно к экзамену составит развернутый план по теме политический процесс. Записать в тетради особенности политической культуры современной России. У вас должно быть не менее пяти тезисов, которые необходимо записать, аргументировать и сделать по каждому выводы. Спасибо. Я желаю вам удачи. До новых встреч. До новых встреч.